Онлайн-дискуссия. Юридические аспекты оказания первой помощи. Тема 4. Алгоритм действий на месте происшествия. Продолжаем дискуссию в прямом эфире. Мы уже говорили об этом в начале нашей дискуссии, но началу оказания первой медицинской помощи предшествует оперативное принятие верных и безопасных решений. Так как этот шаг предопределяет успех в сохранении жизни и здоровья самого пострадавшего. Важно обозначить конкретные действия в виде утвержденной последовательности или алгоритма. Нина Львовна, какие же правильные действия? Нужно ли нам какой-то специальный алгоритм принимать в организации для того, чтобы правильно наши сотрудники оказывали первую помощь? Какие алгоритмы не принимай, как вот так вот опыт показывает, все равно, если это не аргументировать, если это не объяснять, любой алгоритм забывается практически мгновенно. Самая основная ошибка, наверное, когда проводится обучение, это делать упор на реанимацию, на остановку кровотечения, на выполнение приема Геймлиха, при этом забыв сказать, что нужно делать на месте происшествия. Потому что человек, который оказывается в не то время, в не в том месте, он, как правило, понимает, что вроде как реанимацию надо начать, но он не знает вообще, что сделать с этой ситуацией, то есть он теряется практически мгновенно. Просто потому, что ему забыли сказать, как ручки научить, объяснили, научить складывать, да, правильно, объяснили. Куда давить, объяснили. Как выполнять приемы Геймлиха, объяснили. А вот как подойти туда, забыли объяснить, да. Забыли, это опять же связано еще с временем, которое мы отводим на обучение. Потому что с завидной регулярностью я слышу такое. Так, мы слышали, вы первую помощь читаете, говорят, не скучно. Давайте-ка мы вам выделим два часа, вот вы за два часа приедете, и отчитаете нам курс по первой помощи. Аудитории будет 100 человек. Да, значит, тут даже количество человек не важно, потому что есть какая-то информация, которая, она доносится одновременно, вот что до одного, да, что до 100 человек. Я, как правило, подавляя смешок в этом случае, я говорю, так, хорошо, вы что за два часа хотите? Как что? Вы что, приказ 477 не читали? Есть перечень состояний, есть перечень мероприятий. Обязательно, обязательно вы приезжаете с манекеном, и чтобы каждый на манекене, очень мне нравится слово, попробовал сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, выполнить выбивание вот инородного тела из верхних дыхательных путей, это прием геймлика, и наложить жгут. Вот, чтобы каждый попробовал. Ну, мы можем уж и позволить себе от таких курсов отказываться, ну, как бы донося продукт какой-то очень качественный, да, но если не поедем мы на такие курсы, это же не значит, что не поедет никто другой. Все равно кто-то согласится отчитать. Люди, обученные таким образом, я сейчас возвращаюсь к алгоритму действий, значит, когда что-то происходит, значит, как, вот какие варианты события могут произойти. Значит, падает балка, вот сидит человек, никого не трогает, падает балка по голове, давление высокое, кровотечение эффектное такое, вот прям фонтаном, потому что сосудики маленькие, да, узенькие, а давление-то примерно в системе везде одинаковое, да, поэтому, как правило, это вот кровотечение прям в потолок. Кто-то вдвое еще стоят, смотрят, видят, что, значит, кровотечение из раны на голове, они туда подбегают, в этот момент балка дообваливается, у нас имеется два трупа спасателей, и один, который... Помните, как... Сидит абсолютно живой. Как тот яролаж сходил за хлебушком, да. Значит, вторая ситуация тоже с завидной регулярностью, я о ней слышу, причем слышу уже потом. Посмотрели, ничего в жизни не угрожает, вот, кинулись, проверили пульс, вот с учетом алгоритма, да, вот у учебно-технического комплекса Минздрава, посмотрите, пожалуйста, обязательно вот этот документ, значит, определили состояние пострадавшего, ничего не испугались, пульс проверили, пульса нету, дыхания нету, все, ну, точно надо делать реанимацию. Начали производить реанимационные мероприятия. Проходят там пару минут, и человек из серого начинает принимать, ну, классический нормальный розовый оттенок, да. Тут даже сомнений не возникает, что, видимо, все пошло так, как хотелось. Вселенная на нашей стороне стояла. Значит, вот, герои, мы спасли, мы спасли этого человека, пока эту скорую дождешься, этих врачей, бездельников. А их вызывал кто? Это прямо классика жанра. Заигрались в оказании первой помощи, при этом забыли вызвать бригаду скорой помощи. Но вроде как результат-то достигнут, то есть с того света-то мы человека вытащили. Хорошо? Отлично. А в этот момент он выдает нам повторную остановку сердца. Ибо человек смерти. Если один раз остановилась... Может остановиться и второй раз. И второй, и третий, и четвертый. Если бы была вызвана одним из присутствующих скорая помощь, скорее всего, она была бы здесь, а ресурсы-то другие. И дефибриллятор, и люди опытные, которые не на курсах манекен реанимировали, а которые с этим, в общем-то, связаны. Которые не впадут в какую-то истерику и стресс от вида пострадавшего. То есть шансы были, но поскольку мы решили, что мы талантливее, умнее и удачливее всех, ну так получилось, что скорую-то мы не вызвали, и результат-то у нас отсутствует. Несмотря на то, что, в общем, лучик-то там выглянул, проблема-то не решилась. Поэтому все-таки я за то, чтобы начинать любое обучение с алгоритма действия на месте происшествия, причем все это объяснять, все проговаривать, что конкретно надо сделать, потому что, вот, если мы сейчас посмотрим на первый пункт, эвакуация пострадавшего с места происшествия, я в последнее время очень часто задаю вопрос, вот как часто требуется. 50 процентов, 100 процентов часто требуется. А что вы вообще подразумеваете под эвакуацией? Ну вот эвакуация, допустим, из лифта. Вот мы застряли все в пятером в лифте, нас надо эвакуировать. Причем здесь первая помощь непонятна. То есть там проблем со здоровьем нету, эвакуация при оказании первой помощи сюда вообще не входит. С завидной регулярностью мы путаем экстренную госпитализацию с экстренной эвакуацией. Здесь, я не знаю, приводила я этот пример или нет, тоже я, они говорят, ну а чем отличается вот эвакуация от госпитализации? На что я говорю, вот я провожу сейчас занятия, или вот мы сидим с вами, у меня начинается аппендицит, развивается перитонит, я теряю сознание, и в процессе падения вот с удобного креслица я ломаю ногу. Не надо меня никуда эвакуировать. Мы никуда меня не тащим. Мы вызываем мне бригаду скорой помощи. А вот если произошло все то же самое, то есть я потеряла сознание, упала, ногу сломала. А в этот момент, не дай бог, где-то в углу что-то загорелось. Вот сейчас вся съемочная группа, мы с вами, да, точнее нет, я исключаюсь из этой компании, вот где-то что-то загорелось, вы по мне табуном пробежали и выскочили в дверь, да. К этому у меня добавилась еще пара переломов, плюс повреждения внутренних органов, да, потому что по мне вот тут прошлись еще. Вот в этом случае у меня большая просьба к последнему выбегающему отсюда, будет меня все-таки за собой прихватить, прихватить, несмотря на все повреждения, которые у меня есть, потому что у меня варианта два. Так у меня хоть какой-то шанс выжить появляется, да, а если меня здесь оставить, я здесь сгорю. Вот это не очень хорошо будет, наверное, да? Это будет безусловно ужасно. Нина Львовна, я прошу вас еще раз очень быстренько рассказать вот эту основную последовательность оказания первой помощи, чтобы мы могли перейти к следующему блоку. Посмотрели. Если жизни моей или пострадавшего что-то угрожает на месте происшествия, в этом случае мы эвакуируем в безопасное место. Если жизни ничего не угрожает, я достаю из кармана телефон, набираю скорую помощь и ставлю телефон на громкую связь. В это же время за 10 секунд я определяю состояние пострадавшего. Что у нас в состоянии? Это человек в сознании, но здесь и 10 секунд не надо, это и так видно. Если человек без сознания, мы определяем, либо это кратковременная потеря сознания, обморок, условно, там человек мышь увидел, либо это длительная потеря сознания, это кома, для нее очень веская причина нужна, либо это смерть, причем смерть у нас в двух видах. В одном случае смысл подходить и что-то делать есть, то есть есть шанс, что человека мы вернем с того света. В другом случае никакого смысла в этом нету. Вот за 10 секунд мы определяем вот это вот состояние пострадавшего, уже дозвонились до скорой, главный адрес в этом случае знать. Дальше, если человек у нас в сознании, мы спрашиваем вам помочь, если он кивает, не надо никаких письменных соглашений. То есть нам здесь самое главное, чтобы мы не подошли к человеку и не получили в глаз, потому что он не хочет, чтобы ему оказывали первую помощь. Значит, спросили разрешение, как только человек кивает, ну, собственно говоря, мы уже оказываем первую помощь, и вот последний пункт, там обеспечение транспортировки, ключевое слово здесь не транспортировка, а ее обеспечение все-таки, которое, в принципе, мы там пунктом номер два выполнили. Есть ситуации, когда скорую вызывать очень глупо, поэтому эти ситуации все должны рассматриваться. То есть вот на курсах эти ситуации я проговариваю, когда действительно скорую можно не вызывать, а можно своими силами куда-то отвезти. Я всегда рассказываю не просто вот куда отвезти, а сделать так, чтобы вас еще оттуда не отфутболили, по причине того, что вы не в ту больницу приехали, не к тому врачу, либо больница там вот, как месяца три назад на ковид закрыта. Нина Львовна, я благодарю вас за такую полезную информацию для наших участников и предприятий по всей стране. А теперь я предлагаю перейти к вопросам, которые поступили нам предварительно, а также во время эфира. Благодарим за внимание. Ссылка для просмотра полной версии дискуссии находится ниже в описании к видеоролику. Приглашаем к участию в наших бесплатных онлайн мероприятиях. Анонсы вы найдете на сайтах Ассоциации Безопасность и Качество и Технопрогресс. Присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова